Я приветствую вас всех, уважаемые дамы и господа, в связи с этим важным и праздничным поводом. Дорогая госпожа Немцова, дорогая Надежда, финалисты, представители германского бунтастага, дорогие финалисты, дорогие лауреаты, дорогие друзья, добро пожаловать. Как в каждом году на мою долю выпала большая честь выступать в связи с вручением этой премии Бориса Немцова и выступать с коротким приветственным словом моей двойной функции, как член Фридриха Наумена фонда и также фонда Бориса Немцова за свободу. Вручение премии я ожидаю каждый год с большой радостью, поскольку это действительно вершина в политике прав человека. Вместе с победителями конкурса, вместе с другими кандидатами, с уважаемыми участниками конкурса, которых я встречаю каждый год или могу познакомиться с ними вновь, и которые вновь и вновь вдохновляют меня и впечатляют. Я встречаюсь с мужественными борцами за права человека, воистину с мужественными, ибо они выступают в авторитарном окружении, с произволом, где под угрозой находится свобода. Это угроза для них самих, для других, для их семьи и для их друзей. Это в Германии при всей критике, которую мы делаем, мы критикуем новые законы полиции, ополиции, и мы не находимся под угрозой. Если мы высказываем свое мнение, свою позицию или если высказываем свою политическую позицию, которая отличается от того, что говорит правительство. У нас правительство спорит друг с другом, и это все. Это именно в России выглядит по-другому, и приходится бояться, если кто-то свободно выражает свое мнение, если кто-то собирается, демонстрируется, тогда можно попасть под государственные репрессии. Поэтому мы и не встречаемся с вами для вручения этой премии в Москве или в Санкт-Петербурге, а именно здесь, в Бонне. Ситуация с правами человека в России в последние месяцы, в последние годы после последнего вручения премии не улучшилась. И нас огорчают, расстраивают известия о арестах политических участников, которые являются противниками, и те противники, которым не дают возможности высказывать свое мнение. И это ответ репрессии, ответ государства. А ведь это великолепная страна, многогранная, с замечательными людьми, ведь она заслужила более свободного, более демократического пути. И после новых выборов Путина в марте этого года, к сожалению, не выглядит ситуация так, что что-либо изменится. Новый президент, это старый президент. Не стоит ожидать изменения курса, наоборот, репрессии. Это тенденция, которая усиливается в последние годы. Для важных фундаментальных ценностей, как права свободы отдельного или возможность свободного выражения в обществе, в обществе очень мало пространства. А иногда и вообще нет возможности политика, общества. И кажется, они практически в основном идут доминирования, доминируется надзор, и справа нарушаются статус-кво. Это жесткое штатус-кво защищается, авторитарный стиль продолжается, и этот стиль будет продолжаться и в последующие годы. И поэтому фонд Фридриха Наумана придерживается того мнения, что у нас сейчас не такая ситуация, чтобы сейчас участвовать в устранении санкций. Односторонние, конечно, нужно общаться, вести разговоры, но если нет никаких изменений, прогресса, наоборот, отступления в Украине, например, никакой реализации минских договоренностей, Учитывая такую ситуацию, то я подчеркиваю, к сожалению, что пока что трудно отойти от политики санкций, которая преследовалась в Досе. На этом фоне, уважаемые дамы и господа, происходит в России футбольный чемпионат. Мир взирает на Россию и таким образом предоставляет Кремлю и правительству трибуну. Я радуюсь, когда справедливый спорт, когда российские спортсмены имели успехи. Спорт является частью общества, частью страны. Конечно же, нельзя за счет спортсменов вынашивать какие-то разногласия. И сейчас Путин, и Путин, и Кремль, у них сейчас трибуна, они имеют свою трибуну. Весь мир взирает на спортивные события, и мы одновременно здесь с вами в Бонне. И, к сожалению, не все участники этого, не все участники, наши финалисты, участники этого, они не могут быть здесь. Почему? Потому что либо они сидят в тюрьме, либо им чинится препятствие при выезде. И вместе с тем наслаждается Кремль международной трибуной и купается в лучах славе чемпионата. И это будет... Путин, конечно, сделает все от него. Зависит, чтобы голос другой России, именно голос тех, кто выступает за права отдельного человека против коррупции, за правовое государство, за больший объем правового государства, что именно эти голоса, что они не смогут привлечь к себе внимания. Но это только одна сторона России. Другая сторона частично находится здесь, а уже присутствует на третьем вручении премии Бориса Немцова. Мы хотим и сегодня напомнить о убийстве и о климате бесправия, который был создан Кремлем. Убийцы смогли чувствовать себя узаконенными, а те, кто виноват, они знают, что им нечего бояться. И, как и сегодня, так и во время моего последнего посещения в Москве, на меня все время производило впечатление, как много и те, кто сидят здесь, и наши гости из России, и те соратники, как многие люди в России не дают вести себя в заблуждение и борются за само собой разумеющиеся права, универсально действующие права. Наша трибуна сегодня может быть меньше, но то, что происходит здесь, это имеет большее воздействие, потому что сегодня здесь, на этой трибуне, стоят много людей, которые вдохновляют, вдохновляют, которые и с убеждением, и со страстью выступают за эти универсальные права. И кто убежден в своей позиции, и кто постоянно представляет эти идеи, тот все больше и больше убеждается в правильности своей этой идеи. Поэтому, я думаю, никто не должен разочаровываться, не должен оставлять борьбу в выступлении за эти права. В фонд Фридриха Наума за свободу мы рады, что мы предоставляем платформу и пространство для встречи, где мы будем предпринимать самые различные меры с тем, чтобы поддерживать вас, дорогие друзья из России. Вы должны знать, что вы не одиноки. И в особенности я хочу поблагодарить Жанну Немцову и Владимира Карамурза за то, что они сейчас опять так великолепно подготовили это третье вручение премии Бориса Немцова, что это событие может произойти с полной убежденностью, что люди в России не дают себя отвлечь в память об убийстве Бориса Немцова. И мы вновь и вновь зажигаем это пламя во имя прав человека. И я убеждена, что это будет великолепное вручение, третий раз премии Бориса.